Вы смотрите новости на 6 канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Оборудование есть, а газа нет. Жители садового товарищества «Локомотив-1» более 7 лет не могут подключиться к газопроводу. Все оборудованные люди давно установили и оплатили. Специалисты «Газпрома» подготовили проект, но чиновники подключения отказывают. В чем причина? Разбиралась Валентина Мартынова. Вывели стояк, поставили кран, подвели к дому, сделали счетчик. Теперь я каждое утро выхожу и смотрю на эти трубы. И топлю дровами. Новенькие трубы, счетчик и все нужное оборудование для газа давно готово, рассказывает Петр Георгиевич. Говорит, сам рыл траншею и готовил все к подключению голубого топлива. Из семейного бюджета на это ушло около 200 тысяч рублей, плюс котел. Котел висит уже, мы купили ПРОТЕРМ 6 лет. Он бездействует, потому как нечего подключать. Мне пришлось купить твердотопливный. Чтобы топиться зимой дровами, пенсионеры уже с весны начинают копить деньги. На сезон нужно более 50 тысяч рублей. А их соседи с маленьким ребенком обогреваются газом привозным. Баллоны очень дорогие. 820 рублей стоит один баллон. В морозах хватает его всего на сутки. Вы представляете, какая это стоимость. И то мы отапливаем только один этаж. А все потому, что природный газ люди не могут подключить более 7 лет. От трубы их отделяет чуть более 100 метров. В Газпроме уже и проект готов. И деньги жильцы оплатили полностью. Вот только разрешение на подключение не подписывают чиновники. По словам жильцов, аргументируют тем, что дома, расположенные в садоводческом некоммерческом товариществе, пригодны только для сезонного проживания. Но люди подтверждают документально. Дома уже много лет законно переведены в статус жилых. Капитальные строения полностью снабжены водой и электричеством. И что парадоксально говорят жильцы, Все эти документы выдавали те же самые специалисты, которые сейчас и отказывают в подключении газа. Администрация выдала нам все документы на жилые дома. У ФМС нас зарегистрировала. Дали нам постоянную прописку. У нас адресные справки на участок, на дом. У нас регистрация, у меня домовая книга. Все у нас официально. Почему электричество подключили беспрепятственно, а с газом возникли проблемы? Люди искренне не понимают. Тем более, что к одному из соседей, который тоже живет в садоводческом товариществе, газ все-таки провели. В октябре месяце, тихонечко, на один из участков, именно на один из участков коллективного труда, проложили этот газопровод. Проложили, потому что там великий начальник. У него там у папы дача. То, что подключить газ к этим домам законно, люди даже не сомневаются. Со своей бедой они прошли ни одного юриста-эксперта. У нас прокуратура, у нас Газпром, юрист, отдел с нами юридически работает. Все говорят, закон на нашей стороне, и федеральный, и областной. Но наши чиновники непробиваемые. Окончательная точка в этом деле еще не поставлена, поясняют в прокуратуре. Свою проверку прокуроры провели и внесли представление в город-администрацию. Теперь вопрос газификации домов Ивановых и Сидоровых решает специально созданная комиссия. Собиралась уже дважды согласительная комиссия трехсторонняя в составе представителей администрации города Владимира, АО «Газпром распределения города Владимира» и прокуратура города Владимира. На комиссии решался вопрос о выходе из создавшейся ситуации. Но когда этот вопрос решится, пока неизвестно. В администрации поясняют. К статусу домов товарищества у них, оказывается, претензий нет. Все дело в недостающей документации. Отказ на строительство газопровода на территории СНТ «Локомотив-1» к жилым домам связан с тем, что в настоящее время отсутствует проект планировки и межевания на данной территории. В мэрии уверяют, что как только проект будет готов и одобрен на публичных слушаниях в товариществе, чиновники не заставят себя ждать. Валентина Мартынова, Александр Мажаров, 6 канал. Открытые люки на дороге. Вот уже несколько месяцев в поселке Ставрово не могут привести в порядок разбитые колодцы. Скважда, на которой отсутствует люк, представляет реальную опасность для местных жителей и в особенности детей. Находятся разбитые канализационные колодцы возле дома номер 3 по улице Школьная. Местные жители говорят, что они давно нуждаются в ремонте. На этой площадке регулярно играют детвора. А недалек тот день, когда может случиться трагедия, ребенок провалится в пятиметровую трубу, предполагают жители. Месяц назад ситуация была еще хуже. Колодец без люка был окружен кустарником и накрыт досками. Своими силами местные жители вырубили растительность и убрали гнилые деревяшки. Как слышу голоса детские, у меня сердце вздрагивает. Я с балкона выбегаю на балкон и гоняю детей от этих колодцев. Западня, самый настоящий, как ловушка будет. Лучше пусть так, ребенок видит, если уж на окраине случится брать, чем он встанет на эту гнилую доску и будет там. Кидают в открытый колодец, который ведет центральную канализацию и все, что угодно, говорят местные. Люди боятся, что такими темпами скоро и сама канализация выйдет из строя. Власти пообещали в ближайшие дни решить проблему, которая может привести к беде. Давайте так, я возьму на контроль. Сегодня я сейчас поставлю задачу, а на вторник дело в том, что можно, думаю, увидеть результат. Авиакомпания ВимАви объявила о сокращении чартеров до 15 июня. Это поставило в затруднительное положение туроператоров по всей России. Владимирские турагентства не исключение. Напомню, ранее пассажиры ВимАви жаловались на задержки почти всех рейсов перевозчика. В столице в заложники авиакомпании попали сотни человек. Им пришлось провести в аэропортах больше суток. ВимАви уже заинтересовалась прокуратура. Тем временем, владимирские туроператоры ищут выход из сложившейся ситуации и заявляют, паниковать не нужно. Вообще, когда покупается туристический продукт, то если авиакомпания отказывает от перевозки, то есть переносит рейсы и так далее, то этим должна заниматься в первую очередь. Сама авиакомпания, она ищет какие-то пути, договаривается с другими авиакомпаниями, которые могут взять на рейс этих туристов, соответственно. Соответственно, туроператор также взаимодействует и с одной авиакомпанией ВимАви, допустим, от которой туристы взяли путевку. И также с другими авиакомпаниями, на которых своих же туристов они должны будут пересадить. Потому что путевка в любом случае куплена и лететь нужно. Поэтому паники, в принципе, никакой наводить не нужно в этом плане. Потому что туроператор в любом случае должен быть решительный вопрос. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Инспектора поймали на даче взятки. Во Владимире вынесен приговор бывшему сотруднику дорожно-патрульной службы. Суд установил, что обвиняемый Александр Синяк на дежурстве употреблял наркотики. В новогоднюю ночь, будучи при исполнении, инспектор принял амфетамин, а 3 января вышел на работу под кайфом. Синяком заинтересовалась служба собственной безопасности УВД. Мужчину направили на медицинское освидетельствование. Чтобы избежать неприятностей, Александр Синяк попытался подкупить экспертов. За изменение результатов анализов он предложил 20 тысяч рублей. Сделка успехом не увенчалась. За покушение на дачу взятки должностному лицу Александр Синяк получил 3 года условно с таким же испытательным сроком. На это же время его отстранили от работы в органах. Ему придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей. Фиоско потерпел и владелец салона красоты. Он тоже пытался подкупить должностное лицо. Речь идет о нашумевшем деле Бориса Мельника. Напомним, в декабре прошлого года предприниматели заподозрили в хищении денежных средств в значительном размере. В его медико-эстетическом центре людям предлагали пройти пробный бесплатный курс процедур. Они соглашались, но вместо обещанной красоты получали многотысячные кредиты. Испугавшись уголовного преследования, Мельник решил через своего адвоката передать взятку следователю суммой 400 тысяч рублей. Адвокат передал лишь часть денег, а остальное оставил у себя. Однако следователь на взятку не согласился. Противоправные действия были пресечены правоохранительными органами. За это преступление предприниматель получил 4 года условно со штрафом в 3 миллиона 200 тысяч рублей. Адвокат подсудимого Игнатюк ранее приговорен к 3 годам условно со штрафом в 500 тысяч и запретом на адвокатскую практику на 3 года. В Добром снова случился пожар. На этот раз огнеборцам пришлось тушить огонь в заброшенном здании на Суздовском проспекте. Возгорание произошло 1 июня в 2 часа дня. Через 3 минуты после получения сигнала тревоги пожарные были уже на месте. Но пламя охватило территорию в 150 квадратных метров. Справиться с огнем не могли больше часа. К ликвидации последствий привлекалось 13 человек и 5 единиц техники. Никто не пострадал. Напомним, недавно во Владимире горели красносельские бани. Возгорания были на улицах Кирова, Третьей Кольцевой и Верхней Дуброве. Ответственный за красный туризм. Главный музейщик области Игорь Конышев теперь ответственен за туристов из Китая. В Москве он возглавил туристическую ассоциацию «Мир без границ». Ее участники больше 150 компаний прорабатывают так называемые красные маршруты. То есть маршруты для жителей Поднебесной. У китайцев наблюдается растущий интерес к России. Конышев, как заявляют участники ассоциации, на прежнем месте работы в музее Горки Ленинский добился особого развития красного туризма. Поэтому и стал новым председателем Совета ассоциации. Развивать красный туризм Конышев пытается и в нашем музее-заповеднике. Планировалось, что на объектах Владимирского музея весной этого года появятся указатели и пояснения на китайском языке. А также начнется разработка аудиогида. За год число китайских туристов в регионе выросло в два раза. В 2016 году в область приехали более 16 тысяч жителей КНР. Скоро откроются «Смыслы». Молодежный форум на Клязьме в этом году стартует 27 июня. Его участников ждет семь смен. Студенческие клубы и СМИ, экономика и бизнес, НКО и добровольческие движения, смена IT, политика и смена транспортной отрасли. Каждую неделю территория «Смыслов» будет принимать по тысяче участников. Также там будут находиться 110 волонтеров и 205 лекторов. В этот раз форум обойдется рост молодежи в 409 миллионов рублей. Больше четверти из них потратят на инфраструктуру территории. Наш регион потратит миллион на организацию экскурсий, еще больше трех с половиной на оформление стенда успехов и достижений 33 региона. В области стартовал конкурс «Миссуиз». Показать себя во всекрасе смогут 14 сотрудниц уголовно-исполнительной системы. Это победительница в местных конкурсах своих учреждений. Состязаться предстоит в правовой, строевой, огневой и спортивной подготовке. Девушки уже прошли тестирование на знание законодательства, показали боевые приемы борьбы и постреляли в тире, а также соревновались в беге и плавании. Сегодня девушкам предстоит показать себя на гала-концерте. Победительница этого конкурса представит Владимирскую область на конкурсе в Центрально-федеральном округе. Лекция чемпиона. К студентам приехал Алексей Слепов. Мастер спорта по лыжным гонкам и трехкратный чемпион Европы биатлону рассказал о своей жизни и спортивной карьере. Какими достижениями гордится наш земляк, и когда начнет готовиться к новому сезону, расскажет Михаил Мессиянчик. Чемпион России и Европы по биатлону Алексей Слепов преподал студентам урок. Пообщаться с именитым Владимирцем пришли в основном молодые люди, настроенные идти в спорт. С собой Слепов принес многочисленные награды. Он считает, что коллекция трофеев может послужить отличным стимулом для потенциальных спортсменов. Чемпион вспоминал и свои студенческие годы, как тренировался на лыжных трассах в парке «Дружба» и «Радужном». Сначала Алексей был лыжником, а шесть лет назад взял в руки винтовку. И уже четыре раза успел стать лучшим биатлонистом страны. Возможно, им понравится и тоже займутся спортом. И будут активно участвовать в спортивных мероприятиях. Либо города, либо района. Может быть, в будущем и Россия, и в международном уровне будут себя проявлять. Но чтобы достичь таких высот, нужны тренировки и мотивация. Рассказал чемпион и о том, как сам попал в спорт. Студентам же была интересна другая сторона спорта. Отдых, личная жизнь и хобби. Чемпион признался, отдыхать любит вдали от цивилизации, слушает виниловые пластинки и играет в лапту. А между соревнованиями Слепов проводит время с семьей. Среди слушателей был и Антон Лачинов, начинающий спортсмен. Он несколько лет занимается плаванием, но пока соревнуется на уровне вузов. Молодой человек вспоминает, как встречался с чемпионом. И уже тогда решил связать свою жизнь со спортом. Узнав о возможности вновь пообщаться со Слеповым, он не задумался ни на минуту. Все равно встретиться с таким чемпионом. Последний раз я с ним виделся, когда мы отдыхали в спортивном лагере. И когда он приехал, он очень сильно нас всех вдохновил на самом деле. И когда мне сказали, что есть возможность еще раз с ним пообщаться. Тем более вот в такой обстановке. Алексей с ним, он очень простой человек, с ним очень удобно разговаривает. Эти слова подтверждают и комментарии спортсмена сразу после победного финиша. Савалину Владимиру Павловичу привет всем друзьям, тренерам. Кандышину, Чубалову, Васильеву, Дмитрию, Хромоножкину, Зайцеву, Сибирсову, Юрлову. Всем спасибо. Друзья, это самый благодарный спортсмен. Минувший чемпионат России по биатлону стал для нашего спортсмена триумфальным. Четыре награды высшего достоинства. Кроме того, в копилке Слепова и три золота Европы. Эти награды на особым счету. У меня есть отдельная связка медалей. Это медали с чемпионатов Европы, с молодежного чемпионата мира, с чемпионатов России. И вот эта связка, наверное, самая интересная для спортсменов. Также чемпион рассказал о подготовке к грядущему биатлонному сезону. Уже через неделю он отправится на летние сборы в Финляндию. А главная цель на сезон – превзойти предыдущие результаты, попасть в основную сборную и достойно выступить за страну. Михаил Мессиянчик, Артем Горчаков, 6 канал. Театр, где играют дети. Раз в год трупы областного театра «Кукол» отдают образды правления в руки своих юных зрителей. В день защиты детей они играли на сцене, опускали занавес и даже продавали билеты. Сотрудники в шутку говорят, что скоро подрастающее поколение отправит их в отставку. Влада Миткова продолжит тему. Кто не хочет прогуляться за кулисами сцены, заглянуть в гримёрки и даже примерить на себя все профессии театра. Мечту каждого ребёнка исполнили во Владимирском областном театре «Кукол». Днём самоуправления стал День защиты детей. На вечернюю смену всех юных работников попросили не опаздывать. А их, кстати, оказалось больше ста. Родители записывали своих детишек за несколько недель вперёд. Записи все закончились уже несколько, некоторое время назад, все закрыты были у нас запись, потому что всё переполнено. Для свободного зрителя у нас тоже большая программа. По заднику сцены можно пройти, посмотреть, что делается на сцене, как со сцены смотрится весь зрительный зал, как на ладони. Юным гостям театра предложили примерить на себя такие профессии, как осветитель, звукооператор, монтировщик, кассир, буфетчик и, конечно, артист. Возрастных ограничений нет. С интересом за тёмными кулисами ходили и взрослые, и дети. А для самых маленьких своё мероприятие – театр на подушках. Юные артисты придумывали свой спектакль и сами же его играли на мягких ковриках. Мы очень были рады, что нас встретила кошечка при входе, проводила нас в зал. Да? Да. Вот. Мы очень любим театр. Мы практически весь репертуар уже пересмотрели. Вместе с четырёхлетней Вероникой они постоянные гости кукольного театра. В роль актрисы малышка вжилась быстро и очень скоро стала уверенно называть это работой. А в соседнем зале дети переуплощались в художников-декораторов. Они рисовали чертежи будущих кукол. Опытные работники театра, конечно, помогали и подсказывали, а самое главное – показывали, как заставить любую куклу говорить. Он может почесать себя за ухом, открыть рот, сказать «Харю-харю». Держи. В каждом уголке театра кипела работа, ведь в этот день штат сотрудников увеличился в разы. Пьесы играли даже в буфете. Там организовали театральное кафе «Импровизация». Три опытных актёра заранее заготовили небольшие профессиональные тренинги. И случайно юные зрители становились участниками импровизации. Очень много способных детей. Боимся, что к нам придут просто, и мы уйдём сразу отдыхать. Они будут за нас все играть. Очень хорошие ребята, позитивные. В День защиты детей детям показали то, что обычно скрыто от глаз зрителей. Рассказывали даже, как правильно накладывать грим и что делать, чтобы вжиться в роль. Смена юных работников театра закончилась около девяти вечера. Но многие из них пообещали, что в будущем работать по-настоящему придут именно сюда, в театр. Влада Миткова, Артём Горчаков, Шестой канал. Погодные аномалии. Лето во Владимире никак не настанет. Только что владимирцы пережили май со снегом. Его уже назвали самым холодным в текущем тысячелетии. Лето пока тоже не радует. Ночные заморски, сильный порывистый ветер и низкое хмурое небо с кратковременными прояснениями. Вот всё, чем запомнилось с начала июня. Большая часть европейской России сейчас находится во власти циклонического вихря. Из-за этого постоянно идут дожди. А сегодня даже с градом. Опять увидеть снег, пользователи соцсети стали поздравлять друг друга с возвращением зимы. Кто будет играть в снежки? С первым днём зимы, блин. Крепкие русские мужики не сдаются. В ближайшие ночи осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся. Сопровождаться они будут порывистым ветром до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха у Владимирской области для начала июня опять будет аномальной. Всего 0,5 градусов. На почве заморозки до минус 2. Завтра днём тоже не жарко. Всего плюс 8,13. Теплее станет только к середине следующей недели. Воздух прогреется до плюс 20 и осадки станут менее интенсивными. И последнее. Кукольный спектакль, праздник детства, благотворительные акции и даже шоу каскадёров. Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов, интересным и активным мероприятием в эти выходные быть. Мои коллеги подготовили для вас афишу, а я предлагаю её вашему вниманию. Известная сказка Андерсона «Дюймовочка по-новому». Во Владимирском областном театре «Кукол» этот спектакль покажут уже в субботу. Все роли в постановке играют всего два человека. Девушка и Дэди Авиди, и юноша Клумпе-Думпе. А к тому же интересная музыка и красочные куклы. Окунуться в мир сказок сможет каждый. Начало в 11.00. А на стадионе «Северный» в эти выходные устроят праздник для настоящих мужчин. Необычное шоу каскадёров. Владимирцев ждёт крушение автомобилей, экстремальная езда и трюки. Начало в 18.00. Адрес Северная 1А. Весело и шумно детский праздник отметят в парке культуры и отдыха Загородный. В программе весёлые игры, танцы, эстафеты и, конечно, щедрые подарки. Начало в полдень субботы. Благотворительная акция «Собака-обнимака» пройдёт в воскресенье в Загородном парке. Входной билет будет стоить всего 100 рублей, а все собранные средства, уверяют организаторы, пойдут на лечение больных деток. Начало в 13.00. Все в Суздаль, на Троицу. Праздник народных ремёсел. Уже в 32-й раз пройдёт он в музее деревянного зодчества. Более 80 мастеров из Владимира, Москвы, Костромы, Ярославля, Нижнего Новгорода приедут удивлять гостей своими талантами. Начнётся всё с Троицкого хоровода в 11.00. Это всё, о чём мы вам успели сегодня рассказать. Ещё больше новостей ищите на нашем сайте 6tv.ru и в наших группах в социальных сетях. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что привели это время с нами. Всего доброго, приятного вечера и отличных выходных. По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в 33-м регионе пасмурно возможны дожди. Температура воздуха составит всего плюс 8 градусов тепла. В выходные во Владимире по-прежнему облачные с осадками. На протяжении всего дня пройдут небольшие дожди. Столбики термометров не поднимутся выше плюс 14 градусов по Цельсию. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84 процента.